здравствуйте мои друзья сегодня мы с вами приготовим яблочный пирог готовится он из творожного теста получается не только вкусным но еще очень красивым для начинки нам понадобится 6 яблок лучше взять яблоки с кислинкой нужно их почистить от кожуры удалить сердцевину с семечками и нарезать яблоки вот на такие кусочки толщиной примерно пол сантиметра нарезанные яблоки сбрызнуть двумя столовыми ложками лимонного сока на сковородку выложить 30 грамм сливочного масла 3 столовые ложки сахара у меня коричневый я люблю его за карамельный вкус выкладываем яблоки и начинаем тушить на большом огне яблоки до полного исчезновения жидкости я еще добавила пол чайной ложки корицы вот такая начинка у нас получается сок почти весь выпарился выкладываем начинку на плоскую тарелку чтобы она быстрее остыла она нам нужна комнатной температуры пока начинка остывает делаем тесто 500 грамм творога 10 грамм ванильного сахара щепотка соли 9 столовых ложек сахара и 200 грамм размягченного сливочного масла все вот так вот лопаточкой перемешиваем до однородности муки нам понадобится 400 грамм к ней я добавила 10 грамм разрыхлителя пакетик и замешиваем тесто сначала я это делаю ложкой а потом рукой тесто должно получиться мягким не липнущим к рукам долго его вмесить не нужно делим тесто напополам каждую часть убираем в отдельный целлофановый пакетик и кладем в холодильник минимум на полчаса друзья мои если вам нравится видео ставьте лайк это поможет продвижение видео его увидит большее количество зрителей а пошаговые рецепты вы сможете прочитать в описании под видео если у вас творог комочками лучше его протереть через сито или погружным блендером форма у меня 26 сантиметров диаметром тартовая форма можно взять просто разъемную форму и дно и бока я смазываю растительным маслом раскатывать тесто мы будем на подпыленной мукой рабочей поверхности достаем первую половину теста и раскатываем ее в пласт толщиной примерно 3-4 миллиметра диаметром пласт теста должен быть больше на несколько сантиметров чем диаметр формы при помощи скалки я переношу пласт теста форму формируем бортики от излишков теста мы избавляемся прокатывая скалкой по краю формы посмотрите какая ровная у нас получается песочная основа для нашего пирога обрезки не выкидываем их тоже будем раскатывать со второй половиной творожного теста вилочкой достаточно часто накалываем тесто и выкладываем остывшую яблочную начинку посмотрите как она симпатично смотрится у нее карамельный цвет и она так приятно пахнет корицей достаем второй пласт теста и начинаем его раскатывать толщиной примерно 1-2 миллиметра конечно можно не заморачиваться и просто раскатать тесто и выложить его на начинку но хочется чтобы было не только вкусно но и красиво чем тоньше мы раскатаем тесто тем нежнее и симпатичные у нас получатся розочки вырезаем кружочки выемкой 4 сантиметра можно это сделать при помощи рюмочки обрезки не выкидываем их будем тоже раскатывать в этой рецепте у меня ушло все тесто теперь будем делать розочки вот так вот в линеечку внахлёст один на другой мы выкладываем 4 кружочка и сворачиваем их достаточно такой плотный рулетик посередине рулетика мы разрезаем и у нас получаются две вот такие симпатичные хорошенькие розочки я их выкладываю на тарелку и начинаем раскатывать и формировать все розочки посмотрите еще раз как это делать внахлёст выкладываем в линеечку 4 кружочка и сворачиваем в плотный рулетик в центре рулетик разрезаем на две части и у нас получается посмотрите какие хорошенькие розочки после того как мы раскатаем все тесто и сделаем все розочки начинаем выкладывать их на начинку делаем это сначала по кругу вдоль бортиков достаточно близко друг другу выкладываем розочки мы должны заполнить всю поверхность нашего пирога вот этими цветочками в тех местах где есть пробелы не умещается целая розочка из двух кружочков я сделала рулетики и получились вот такие вот бутончики и мы заполняем вот эти отверстия которые остались от больших розочек духовку у меня заранее разогрета на 180 градусов режим верх-низ будет печь до румяности пирог духовке я его смазывала желтком разведенным с чайной ложечкой воды в моей духовке пирог пекся 35 минут я ему дала остыть и сейчас мы его будем разрезать и пробовать перед подачей можно сахарной пудрой посыпать пирог вы знаете он и так очень красивый можно его не украшать сахарной пудрой режется он прекрасно он мягчайший посмотрим что у нас получилось посмотрите какой он красивый в разрезе много сочной начинки такое пышное творожное тесто пробуем друзья мои это фантастически вкусное сочетание яблочной начинки с корицей и вкуснейшего творожного теста приготовьте это так просто так красиво и так вкусно у меня Продолжение следует...